Привет всему честному цивилизаторскому лёду! Вы слышите Алексея Халецкого, который продолжает на уровне сложности божество за Швецию пытаться победить культурой. Это уже, по-моему, восьмая серия. Если вы не видели первую, то рекомендую перейти к ней. Всегда лучше смотреть с самого начала. Подписчики видят раз в день, спонсоры сразу все серии смотрят. Так что поддерживайте канал. Ну а я продолжаю. Мы вышли в героический век. Промышленная эра. Героическая промышленная эра. Ведь со мной только венгры туда вышли, ну и в золотой век Екатерина. Блин. Екатерина у меня тут главный, конечно, соперник. Так, в любом случае, пульс паровой машины. Берём реформы денежного обращения. В чём разница между здесь живут драконы и к оружию? Плюс три единства селения на новых континентах. Это нам не надо. Плюс два очки перемещения для морских и находящихся на борту судно-юнитов. Ну, вот это может зайти для музыкантов. Потому что нам надо будет плыть через океан. Проводить концерты во Франции. К оружию. Особый повод для войны. Ну, вот это, кстати... Давайте, да, всё-таки здесь живут драконы, я возьму. Я, конечно, думаю с Венгрией воевать. Но не факт, что я буду этим заниматься. Совершенно не факт. Так, в Гёте-Борге я купил рабочего для чего? Чтобы вот здесь... Здесь я хотел вырубить лес. Ну, что я тут строю вообще? Центр вещания. Промышленная зона. Давайте центр вещания и сюда, собственно, для центра вещания вырубаем лес. Теперь сюда переводим рабочего. Здесь обрабатываем шоколад обратно. А потом вот здесь две гигантские головы ставим. Дальше. Лишний караван в Норчопинге. Ну, пускай пока оставим. Это у нас осталось после голосования в Конгрессе. Лишний. Дальше. Повышаем губернатора. Кого нам повысить? Ну, я бы, конечно, Магнуса повышал дальше до... До промышленника. Потом я его посажу в какой-нибудь большой город. И он там будет неплохо работать. Ага, надо вот эти уникальные, наконец, улучшения ставить. По сути, культуры нам даст. Четыре культуры. Это еще и плюс пять. Не, кстати, неплохо, неплохо. И он еще и туризм будет мне давать. То есть в каждом городе надо эту фигню сделать. Здесь мы пока шахты строим. В Париже пытаемся похитить ускорение. Здесь плывем, все исследуем. Блин, тут еще... Франция даже на этой стороне успела город поставить. Нормально? Чуть... Почему... А, вон, кстати, культурная ГГшка. Блин, как мне ее увидеть? Блин, блин, блин. Так, здесь возвращаемся. Можно... Вот теперь уже можно кругосветочку пытаться организовать. Есть тут проход? Есть, отлично. Куда я этого отправил? Может, этого как раз... Пускай плывет, раз мы взяли драконов. Пускай плывет к этому континенту. Высаживается и тут все исследует. Так и сделаем, я думаю. Блин, такая кишка тут у... Пеники не очень, конечно, удачное место для развития. Вообще, бред. Фестиваль на театральной площади завершен. Центр вещания, несомненно, строим. Каролинскую пехоту я потом как-нибудь куплю. Слушайте, а может центр вещания просто покупать? 1160. Стоит, а то есть я еще губернатора могу повысить. А кто у нас тут есть вообще на... Ну, кооперация пока рано. Есть ли что-нибудь тут на культуру кто-нибудь? Во, городской парк у нас у лян. Интересная штука. Ну, это вот это все фигня, я думаю. Тут покупка. Давайте лян прокачивать. К паркам и развлечениям. Строить улучшение городской парк. Плюс одну культуру и плюс два престижа, плюс одно удовольствие, если находится рядом с водой. Если лян находится в городе, городские парки идут плюс три к культуре. Вау. Хорошо, если я прокачаю на аквакультуру, может мне какой-нибудь лян пересадить? Я бы, наверное, пересадил в Карлстад. Тут сейчас пригород построится. Давайте так и сделаем. Прокачиваем лян на аквакультуру. И пересаживаем в Карлстад. Что у нас здесь? Довольство осталось. Нехватка жилья. Но пригород построится, и все будет нормально тогда. Шпион потерял, не дай. Так, пять ходов до Большого театра, что по великим людям. Ну, это вот все, смотрите, 14 очков музыкантов, 35 художника и 41 писателя. Просто, просто доминация. В Стокгольме. Может, все-таки покупать центры вещания? Пригород я бы тоже здесь построил. Наверное, я построю пригород. О, плюс шесть. Да, вот здесь надо строить, чтобы соседство для театральной площади было. Пригород построю. А центр вещания куплю. Вот такая махинация. Ну, следующим ходом вот здесь будем амфитеатр покупать. И, наверное, археологический музей посмотрим. Что там, сколько денег будет. Что по ресурсам? Есть мне с кем торговать чем-нибудь? Нету. Хорошо. Так, проверяем проходы. Открытые, чтобы границы были. Это туризм дополнительный. Здесь все открыто. Ну, я думаю, что пока вот с этими не закончились, других можно не пройти, потому что я там с ними намного позже заключил. Рейна и Магнус заняли свои места. Ну, здесь тогда вырубаем. Рейна в Янчопинге на рост. Переключаем. Ну, и в Хальмстаде, наверное, на рост. А нет, всего одиннадцать. Блин, тут надо, кстати, в очередь, видимо, пригород поставить. Всего по плюс четыре везде. Ну, тут вот будет затапливаться. Ну, вот, наверное, здесь надо будет пригород. Следующим ходом сейчас вырублю здесь деревья. И поставим там пригород строиться. Англия экономику, Маурико, Леонизм. Сейчас я гляну следующим ходом, насколько мы всех опережаем по культуре. В науке я приблизительно со всеми иду. Но я просто не делаю упор на науку. Мне вот главное электричество открыть. Опять тут религиозные войны. Давайте посольство Египта. Православие с христианством. Столкнулись на шведской земле. Забавно. Ну, а шведы развлекаются, глядя на все это. Так, дефицит энергии в Стокгольме. Почему-то. Так, почему я тут дефицит энергии? Из трех требуемых. А где тут... А почему тут три требуются вообще энергии? Что у меня тут требует энергию? У меня угольная станция построена в Гетеборге. Что у меня тут требует энергии? Ну, ладно. Я вот электричество открою. Могу в Нарчопинге... Гидроэлектростанцию построить. Например. Так. Шоколадку обрабатываем. Здесь вырубаем. И ставим в очередь пригород. Дальше. Идем. Сюда вырубать леса. И камень можно тоже вырубить. Так, здесь пока шахту. Надо куда-то вот сюда вверх, наверное, отправить, исследовать. Ну, тут все понятно. Надо попытаться как-то вот встретить юниты из этой ГГшки культурной. Ну, вот как? Наверное, никак. Они тут пройти не могут. Только, может, вот здесь. Может, какой караван. Нельзя будет считаться, если караван там отправляет. ГГшка. Ой. Отменю тут. О, кстати, я этим тоже поплыву сейчас. Тут высажусь. Тоже вариант. Так. В Карлстадте театральная площадь готова. Покупаем амфитеатр. Покупаем археологический музей. И строим. А центровещание тоже буду покупать, я думаю. Пригород. Тут придет... Вообще придет Лян. Она даст жилье. И тем не менее, пригород тоже хорошая идея. Давайте, давайте построим пригород. Вообще, лучше бы его здесь построить. Я понимаю, что плюс 4. А не плюс 6. Но зато он будет давать бонус соседства всем вокруг. Тогда давайте строителям сначала. Канализация готова. И еще пригород можно. Вот здесь. Хотя этот строитель потом алюминий обработает. Плотоводец в качестве разведчика. А здесь мы идем на кругосветку. Хотя, наверное, кругосветку совершит сначала летучий этот отряд. Скорее всего. Да. Дружбу. И союз надо с Леонорой. Кстати. Что-то я... Не заметил, что закончился союз. Нет. Никаких шедевров мы не продаем. Принудительная модернизация. Вильгельминову спередупреждение Клеопатра за помеху цели миллиардер. Но там Франция не захватывает вообще... О, Инховен отбивает. Смотрите, там наоборот Голландия Инховен отбивает. Фегасия. Первый. Первый район. Так, что здесь? Бонусы от центра Камерцы Гавани нам не нужен. Плюс 50. Представление не надо. Право получения. О, вот это мы сейчас поставим. Бонус соседства для кампуса и промышленной тоже можно поставить. Значит, во-первых, дипломатия канонерок. Во-вторых, бонусы соседства кампуса и промышленной зоны. Вместо чего? Может, вместо чудес поставить? Ну, театралки надо оставлять. Ладно, давайте поставлю вместо чудес. Пильно он там повлияет на скорость строительства. Давайте глянем по науке. 161, 125. Ну, компьютеры только по сотке. Вообще слабенькие на божестве они играют. Культура. О, смотрите. В два раза, даже в два с половиной раза больше культуры считаете, да? Ну и туризмом я уже обгоняю. Что тут по победам? Ну, пока еще ни одного туриста ко мне не прибыло. Понял. Понял. Так, что по шкале здесь? Тут я по науке вперед вырвался. То есть все... Франция вот где-то в этих технологиях. Я уже здесь. Потом дальше я буду, конечно, компьютеры открывать. По культуре я тоже впереди. То есть Франция пока вот здесь. Я сейчас избирательное право открою. Демократию возьму. Так, вот теперь надо отправлять караваны к разным. Так, во-первых, союз надо с Элеонорой опять заключить. Может, он мне заплатит за него. 500 это я нагло, да? Извините. 300 тоже. Ну, сотку она мне хотела давать, поэтому давайте 150. Нет. Что? Что, 120? 110. Господи, что такая жадная? Я не понимаю. Ладно. 100 так 100. Теперь. Калионория... Мне надо к каждому отправить караван. К каждому. Причем как можно дальше желательно, чтобы торговые пути создавались. Калионория и Аммониторы у меня ходят караваны. Кому из дальних... Вообще, лучше всего мне было бы во Францию отправить. Есть вообще возможность во Францию? Хоть один караван. Нифига. У меня есть возможность к Амониторе, к Венгру, к Канадцу, к Малину. То есть, все на моей территории. На моем континенте. Ладно, поехали. Начнем с Мали. И желательно Вуалату отправить. Отправить. Мали. Гао. Гао подальше. Почему я дальше? Как можно дальше? Тут будет создаваться торговый пост тогда. И он будет распространяться. Позволит еще дальше отправлять караваны. К Мали побежал. Так. Большие головы наконец-то можно поставить. Турка. Да, морской курорт. Может, лучше тут морской курорт. Где у нас тут еще варианты для пригородов? Тут тоже морской курорт. Ладно, я вот здесь его поставлю. Вырублю камень. Давайте морской курорт лучше. Первый в мире морской курорт открылся. 1440 год. А шведы уже загорают. Так. Тут я еще думаю коммерческий район ставить. Поэтому... Но надо поставить мы это уникальное улучшение. Давайте здесь. Так. Плотоводец исследует территорию. Ну, не встречу я там эту культурную ГГшку. Надо высаживаться. А, блин. Раскликнул слегка. Скоро будет кругосветочка, наверное, следующим ходом. Судя по всему, так. В Гетеборге пригород завершен. Врост. И... Кампус. Канализация. Аэродром. Моенный лагерь. Может, построить аэродром? Ну, венгры, если мы будем нападать, стоит ли нам... Нет, давай, все в культуру. Че нам... Так, вот мастерская. Союз мы заключили. Торговый пост Плимуте создан. Блин, у меня только началась героическая эпоха. У меня уже тут дофига очков. Сейчас еще большой театр построится. Плюс я тут открыл... Бродвей надо строить. Где у нас, кстати, его можно строить? Плюс 20% культуры в этом городе. Бесплатный социальный институт. Только на ровном участке рядом с театральной площадью. Где у нас вообще больше всего культуры на данный момент? 103 в Стокгольме. Ну, видимо, в Стокгольме, конечно, самая большая будет. Да. Но я боюсь, что я не могу здесь построить. Театральная площадь. Да. Тут нигде не построится. Ну, видимо, в Вестеросе надо будет строить 44. Потому что тут, вот видите, ровный участок есть. И мне для этого, знаете, что нужен вот этот инженер. Ой, а кто-то... Забрал кто-то инженера на чудеса Египет и Гассия. Блин, жалко... Блин, жалко, Бродвей будет долго строиться тогда. Надо было забирать, конечно, того парня. Блин. Не очень удачно получилось. Ладно. Не расстраиваемся. Не хватает, кстати, жилья. Хотя мы тут в очередь поставим пригород. Наверное, сюда поставлю. Видите, тут будет соседство. Хотя тут, может, и чудо какое-то можно еще. Потому что холм. А, ну давайте лучше сюда. Тут, правда, еще овцы имеются. Но хрен с ними. Обойдемся без овец потом. Они все равно не обработаны до сих пор. Так, и тут недостаточно жилья даже с Виктором. Тут в очередь, куда пригород поставить. Ну, плюс 6. Тут, конечно, курорт возможен. А, ну давайте тут плюс 6 пригород. Тоже неплохое место. Пять религиозный вой. Когда они уже... О, еще и Нубия приперлась с индуизмом. Тут у меня прям вообще столкновение религий. Гетебург без религии сидит вообще из-за этого. Если у меня посольства всех стран имеется. Глянем по религиям вообще как. О, православие какое-то делось. Бегайся. Надеюсь, это не... Обвинение было, не просто армия слаба. Ну, хорошо. В Египет, слушай, при... Приплывай, захватывай. И тут вот были ребята, которые хотели бы заплатить. Дисковый электричество открыли. Ну, ага. И меняем правительство, конечно же. Демократия. Еее. Так. Что нам интересного? Во-первых, ставим, конечно же, вот этот новый курс. Дальше. Содержание юнитов. Да. Из дипломатии что-нибудь. Ну, может на шпионов поставим? Причем, больше пока ничего другого не надо. Давайте шпионов. Военную науку посетили. Компьютеры ускорили. Четыре хода компьютеры. Плюс 25% туризма. Будет раньше, вот до выхода Gathering Storm. Открытие компьютера практически уже... Ну, если ты так впереди. Вот как я сейчас. Это уже практически давало победу. Но в Gathering Storm нет. Так, потрясающе престижный пригород. Это мы организуем. Дальше пошли в холодную войну. И как раз вот откроем рок-группы. Берем писателя. Берем художника. У меня даже еще ни одного туриста нету. Между прочим. Три туриста есть у Франции, а у меня нету. Писатели... Видите, может, в эту королевскую... Королевскую библиотеку. Так, в Стокгольме строим... Королевское общество, похоже, да? Строители? Нет. Национальный музей. Национальный музей. Камень вырубать будем. Здесь строим... Национальное улучшение Швеции. У меня их пока только два построено. То есть, у меня надо еще и в остальных городах это все сделать. Где-то. Есть. Первое в мире кругосветное путешествие. И это были шведы. Сколько на этой планете шведы сделали первыми? Первый пригород. Первая авиация. И первое кругосветное путешествие. Но они и о культуре не забывают. Все-таки. Продолжаем похищать технологии. Пока я там поверху иду. Мне тут Франция... Поставляет. Тихие всякие. Открываю карту. Постепенно. Так, здесь тырем деньги. Уже 400. Когда отправлял, было 600. Что за фигня? Срок дружбы с Вильгельминой и с Медичей истек. Надо продолжить, конечно. И Вильгельмина. Вильгельмина. Заключить сделку, а дружбу. Пока никак не могу растопить сердце Почекутака и Харальда. Венгер меня не особо волнует, честно говоря. Почему-то они меня не любят. Дружба с врагом. Первое впечатление о вас. Неизвестная причина. А норвежец? Неизвестная. Дружба с врагом. Союзники с врагом. Ну, тут понятно. Уважает сильный флот. Но у меня не такой уж сильный флот. Кстати, там они говорят, что у меня слабая армия. Неужели у меня вот прям офигительно слабая армия? 1500. 600. Ну, это еще большая часть у них проапгрейдженные юниты. Майдная наука, компьютеры. Тут все. Ну, тут явно я выйду опять в золотой век. Просто куча. Так, это можно удалять метку. Больше меток вроде не стоит, да? Просто куча всяких... Очков эпохи капает. Что здорово. Блин, Англия писателя получает. У меня еще куча чудес, на которые люди должны приходить. Вообще, надо посмотреть еще, какие чудеса у меня не построены из доступных. И их надо построить. Потому что любые чудеса... Я, конечно, делаю упор именно на те, которые культурой дадут побеждать. Но любые чудеса генерирует туризм. Любые. Чем больше генерирует, которые построены раньше, это понятно. Извержение. Охрану природы ускорили. Это я что сделал? Потрясающе престижный район построил. Ну вот, после Холодной войны, наверное, можно открыть охрану природы, как раз натуралиста. И культурное наследие. Какой нам нужен следующее правительство? Правительство будущего. Что нам тут дает туризм? Что-то из них дает туризм. Минус 10% к науке. Минус 10% туризма. Плюс 2 к довольству всех городах. Плюс 2 к культуре. За каждый специализирован. Но при этом минус 3 к боевой мощи всех юнитов. Ну, наверное, цифровая демократия. Пожалуй. Потому что здесь... Производство... Ну... Да, походу, цифровая демократия. Давайте глянем. Чтобы открыть, что мне надо. Холодную войну я открываю. Быстрое развертывание. Аэродром. Или взлетная полоса на другом континенте. Космопорт. 4 развлекательных комплекса. 3 аэропорта. Дальнюю связь. Дальнюю связь я как раз исследую. Она у меня вот тут, да? Это я могу. Все остальное посложнее будет. Нет, у тебя нет счастья. Так, все. Голову больше уже негде... Делать. Не, ну, их можно во всех любых других местах еще делать, конечно. А, пройти, я еще и тут не сделал. Вот так. 4 культуры дает, а? Каждая головешка. Так. К Мали мы отправили. Мне надо в разные государства. Мали есть. Вот, давайте посмотрим, что культура. Победа культурой. Мали, Мали, Мали. Плюс 25% благодаря торговому пути. Плюс 25% благодаря проходу. Минус 50% для религиозного туризма, которого у меня практически не было. И поэтому оно не особо на меня влияет. Но и минус 20% из-за разных типов правления. Так что караван сюда в Мали бегает. Следующий мы отправим... Могу ли я в Россию отправить? Нет, в Россию не добегай. Значит, в Канаду надо. В Канаду, причем желательно... Так, Торонто и Гамильтон. Наверное, тут одинаково. Наверное, в Торонто отправлю. Вырубаем. Где тут пригород можно поставить? Ну, ладно, здесь и поставлю. Слушайте, тут соседство как раз будет для коммерческого района. В Карлстате я хотел вот это дерево вырубить. Кстати, центр вещания могу купить. Тут он достраивается. Здесь он есть. Вот давайте в Ленчопинге куплю. О, кстати, стоимость его уменьшилась. Интересно, за счет чего. В Карлстаде... В Карлстаде... Давайте рынок. Два хода. Как раз он сюда встанет. Один ход. И достроится. О, у инков закрылась территория. Так, так, так. Инки, инки, инки. Проход. Уже больше денег просят. Давайте пройдемся по всем проверим. Так, в союзника точно не надо мне. Здесь есть провод. Значок, что открытые границы есть. Упачекут, так только что договорился Канада. О, в Канаде закрылся проход. Вильгельмина есть. Россия есть. Франция есть. Норвегия есть. И Египет есть. Все. У союзников он есть по умолчанию. Так, здесь уже практически все открыто. И уже практически вся карта у нас открыта. Но мы ищем города-государства. Вот это, видите, вот это побережье, вот тут практически не исследовано. Будем исследовать центр вещания. Строить или... Давайте угольную электростанцию лучше. Контер вещания купим. Порили охрану природы. Один посол в Рапануе получили. Да, надо еще глянуть, что тут города-государства хотят. Лавента, королинскую пехоту все еще хочет. Ереван, торговый путь. Ну, с торговыми путями вряд ли. Мне надо в разные города-государства отправлять. Это важнее, чем... В смысле, в разные страны, в разные цивилизации отправлять. Это важнее, чем в города-государства. Что за чудо? Надеюсь, не Бродвей. Да, я еще хотел посмотреть, какие другие чудеса у меня доступны. Блин. Как-то мне Бродвей нужен. Я, скорее всего, буду его строить в том городе. Блин, ну мне... Тут бы, наверное, промышленную зону поставить для начала. Тут еще много клеток не обработано. О, сейчас закончится Большой театр. Да, вот именно такими кирпичами складывали Большой театр. Блоками. Так, а что он дает вообще? Я его так построил. Так, на вашей территории-то не надо. Строительство морских юнитов не надо. Каждый ваш посол дает двойной эффект. Тоже не надо. Содержание не надо. Ну, вот рок-группы. Рок-группы будем строить. Добута баллистика. Здорово. Она открылась вообще? Да, открылась. Две бомбарды. Нарезные стволы. Я, наверное, после компьютеров химию открою. Ну, потому что техи. Потому что наука. Так, что делает Большой театр? Я что-то... Ну, я его ради... Бесплатно открывает Два случайных социальных института. А где второй? Открылась, по-моему, только что... Один только. Ну, четыре веры — это не способность Большого театра. Это из-за религии. Из-за православия. Два очка великого писателя, два очка великого музыканта. Одна ячейка литературных и музыкальных шедевров. Окей. Так, может, сначала все-таки промышленную зону здесь... Где-то вообще ее можно поставить. Чтобы она нормально. Ну, можно вот здесь. Это будет... Тут две шахты сделать. Ну, тут все вообще только плюс два. Правда, с другой стороны. Какие-то вообще варианты. Вот тут, если поставить, что там будет. А, тут у нас, блин, археологи. Долбаные, хочется сказать. Так, купим археолога как раз. Вообще, снизились цены. Что такое произошло? Почему у меня снизились цены на археологов? На театральные постройки. Вот на это все. С кем я стал союзником? Либо... Баллистику стырили во Франции. Кырим осадную тактику. Так, и дайте проверить, какие у нас еще чудеса не построены. Русская долина. Христос Искупитель. Медресе Санкаре. Ну, почему нет? Я бы все чудеса строил. Вот Медресе Санкаре вот здесь можно построить? А, в пустыне. В пустыне на пустынный холм. У меня тут вообще без вариантов. Тогда Медресе мы забили. Ладно. Венецианский арсенал. Венецианский арсенал надо рядом с промышленной зоной и на побережье. То есть, а я хочу промышленную зону здесь поставить в Карлстате. Даем. Даем. Ну, что это за... Вот, лагнула игра и юнит не туда пошел. Стокгольме что у нас? С чудесами. О, кстати. А вот Бродвей-то строится. Ну, видите. То ли перевод неправильный, то ли ошибка игры. Потому что написано. Бродвей необходимо соседствовать с театральной площадью, принадлежащим этому городу. А показано, что я Бродвей могу построить здесь. Театральная площадь принадлежит Нарчопингу. Ну, я, конечно, буду в Стокгольме строить. Бродвей. Христос искуп... О, Русская долина. Вот Русскую долину в Гетеборге обязательно. Дальше сделали голову. Давайте обработаем уголь. Или пойдем в Вестерос. Тут что-нибудь вырубим. Что он тут вообще мешает? Говорите, Бродвей я тут не строю, да? Панамский канал. Ну, кстати, почему нет? Вот тут тогда надо вырубить лес. Да еще и трюфеля можно обработать. Пойдемте лес вырубим, трюфеля отложим, ладно. Так, есть тут проплык. Кого встретили, кого... О, вот и Нанмадол. Во, вот сюда мне надо отправить. Так, так, так. Первый посол. Знаете, Нанмадол очень много культуры дает. Ваши районы на побережье озера возле него дают плюс 2 культуры. У меня много на озере, на побережье. Так что Нанмадол надо сюзеренить. Блин, ну 11. Хе, у меня нету послов столько, чтобы было сюзеренить. А, ну мне и так культуры дофига. До 6 доведу там. Не буду жадничать. Вообще, странная столица такая, да? У Маури. Вообще безразвит. То есть он куда-то вот отсюда приплыл. А говорили, что Маури всегда появляется на юге. Типа как Новая Зеландия. Вот тут явно он появился на севере планеты. Хм. Ну давайте я здесь вот эту... Сделаю музей под открытым небом. Тут вырубаем лес. И строим... Что? Христос Искупитель. Нет, промышленная зона. Да, промышленную зону вот здесь. Я и планировал когда-то здесь промышленную зону на самом деле. Флотоводец. Тут все исследовано, все исследовано. Давайте домой отправлю флотоводца. Что он вообще делает? Уровень и 50%. Давайте тогда к этому каперу уровень ему дадим. Насаживаемся. Исследуем. Ну мало ли, могут быть тут какие-то места. Но все-таки очень странно, почему не получилось 20 цивилизаций. То есть даже не те 12, которые обычно на огромной карте, а все равно 14. Причем те, которые я выбрал, но при этом одна почему-то рандомная, вместо двух, которые я выбрал, Польши и Османов. То есть у меня все-таки ощущение, что они каким-то образом где-то просто не появились на карте. Почему-то. О, Арнем отваливается и Инховен не берется. Я так понимаю, что у них закончилась уже война. Не-не, где тут Голландия? Нет, идет война. Война идет. Война идет. Мир с Клеопатрой. Кстати, интересно, захватил ли там кто у кого города или нет. Норвегия? Нет, вроде нет. А Египет? Тоже вроде нет. Просто повоевали? В Норчопинге надо, сейчас будет сделать эту дамбу. И глянем, как у нас тут идет потепление и вообще идет ли наибольший вклад в Флорье. Ваш вклад 39. Нубия думает объявить войну Маури. Блин. Где Нубия, где Маури? Нафига? Ну, тут небольшое. Ну, ладно. Приношу все извинения. Надеюсь, я там спер деньги и он прокачается. Так, 25 процентов туризма пошло. Позволяет, ну вот, стены дают очки туризма. Опа, значит, мне нужны стены? Или когда их я уже построю? Так, ладно. Мне, во-первых, нужен... Подождите. Я бы вот тут, конечно, убрал. Мешаются для развития города. Хотя я переброшу. Я бы вообще не могу. Археологи, что, они перебрасываются из города в город? Блин. Они считаются юнитами, да? Жаль. Первый музыкант. Хватили агента. Ай-яй-яй. Так, давайте поторгуем. За моего шпиона. Ну, извините. Да, бывает. 15 вход. А можно меньше? Ха-ха-ха. Ну, ладно, ладно. Вот, ты веселый. У него смеху очки. Ну, давайте в другой город. Тир 624. Давайте попробуем в тире спереть. Шесть послов получил. Ну, два в нанмадол отправим. Давайте. Два в Ереван. У меня храмы построены. Тоже будет веры дофига давать. Так. Теперь мне надо одного натуралиста купить. Я правда не знаю, где я могу сделать национальный парк. Но натуралист нужен. А дальше покупаем этих. Музыка... Музыкальные группы. За Веру. Ну, и тут... Офигительно, да. Ну, вот, конечно, вот, смотрите, какая хрень у Маури. Че, удивительно, что он тут смог расселиться, успел. А Леонора его там не подселила. Так, ну, тут тоже мы практически все исследовали. Хотя... С учете... Снега посмотрю. Центр вещания завершен. Промышленная зона. Развлекательный комплекс. Аэродром. Морской порт. Ну... В этом городе, я думаю, не нужен морской порт. Священное место. Плюс два. Промышленная зона. Промышленной зоны тут вообще нормальной нету. Может, так действительно священное место поставить? А чудо какое-нибудь может строить? Христос Искупитель. Даже не знаю. Даже не знаю. О, я уже в золотом веке. За сколько ходов я-то вышел? За шесть ходов. За шесть ходов я вышел в золотой век. По-моему, неплохо. Блин, Клеопатра статуи свободы закончила. Так, а какого фига тогда мне тут предлагают ее строить? А, это Христос Искупитель. Сорян. Очень похожие статуи. Туризм от реликвий священных мест не уменьшается из-за цивилизации. Ну, дело в том, что у меня нету... Стоп. Блин, надо строить. Эту фигню надо строить. Но в Стокгольме я строю Бродвей. В Гетеборге я строю Рурку. Что мы вообще по производству? 51. 51. Ну, вообще... 58. 56. Вообще, в Янчопинге неплохое производство. Вот в Упселе. В Упселе повыше. Я бы, наверное, здесь все-таки поставил. Фабрика тут действует? Действует. Я бы здесь поставил... Христос Искупитель. Видите, тут есть... Во! Вот я говорил про холм. Помните, что есть... Не строить на этом холме, что будет для чуда. А тут, видите, и театралочка. Тут уже плюс 6 будет от чудес. Вообще офигительная театральная площадь. Тогда в Янчопинге что мы делаем? У меня тут Рейна сидит, да? Ну, жаля... Тут еды не хватает. Но если я заберу у Гетеборга еду, то в Гетеборге не будет хватать. Я бы Янчопинг так и оставил. Промышленную зону, ладно. Вот здесь вместо производства получается. Я просто не хочу вот эти с головами классные убирать. Ну так, все, конечно, выбор для промышленной зоны. Здесь я промышленную зону хочу, но никак не могу начать ее строить. О, морскую плотину давайте, да. Как раз три хода, здорово. А в Стокгольме нужна будет морская плотина? Нужна. Поставим в очередь. Потом Бродвей. Блин, хотя Бродвей важнее, на самом деле. В Норчопинге что? Тоже морская плотина. В Кальмстеде тоже морская плотина. Так, кто у нас еще на побережье? Мальмя. Хотя вообще глянем просто, какие клетки затапливаются. Тут уже, по-моему, ничего не затапливается с этой стороны. То есть вот тут только на этом побережье. Я успею плотины построить. Здорово. Фалун закончил театральную площадь. Покупаем амфитеатр. Производит одну единицу туризму после следования социального института охраны. Ну, построить мне, может, стены? Слушаюсь, ну почему нет? Одна единица туризма в каждом городе. Так, где тут этот? А, он там сверху. Этот город-государство. Канада союз с Маури заключает. Венгрия торгует с финики. Военные... Нет, нет, нет. Никаких военных союзов, ребята. Я не собираюсь ни в какие войны вступать. Это минус к туризму. Зачем? Мы идем на победу туризмом. Никаких обмен... Обмен... Обменов... Реликвиями, чудесами, шедеврами. Постоянное посольство Египта в Мали. Сто процентов туризма от шедевров изобразительного искусства и артефактов. Конечно, ставим. Конечно же, ставим. Вместо чего, давайте думать. Наверное, место бонуса соседства кампуса и промышленные зоны. Так, 273 туризма. Что-то пока так и осталось. 273 туризма. Давайте посмотрим, может, тут еще что-то есть на туризм, что я пропустил. Международные пути. Тут, по-моему, я все открыл уже. Функциональный спорт. Соседство. Бонус соседства для театральной площади плюс 100%. Ну вот здесь, смотрите, я лыжный курорт могу построить, но правда он строится только в горах. Ну, почему нет? Почему нет? Тут еще и чудо. Ну вот профессиональный спорт сейчас открывается. 200 туризма от музыкальных шедевров. Знаете что, давайте сначала профессиональный спорт откроем, потом космическую гонку. Вот так. потом уже быстрое развертывание. Не, не, даже не. Видите, еще социальные сети. О, еще социальные сети надо. И надо открыть дальнюю связь. Что у нас там, дальняя связь? Поехали. Химию, потом дальнюю связь открываем. Вырубаем тут лес. И ставим промышленную зону. Так. Смотрим, что у нас по шедеврам. Да, ну тут дофига. Видите, места, поэтому я лучше археологический музей куплю в Фалуне. Так, и где я могу применить... О, одно место только, да? Да. Во всей Швеции у нас только одно место, где можно поставить национальный парк. Но зато это туризм валит. Ну-ка, где у нас... Пока ни одного туриста не прибыло. Ну, вот национальный парк сделали. Ну, давайте покупать... рок-группы. С этой стороны покупаю, потому что поплывут в сторону Франции. Все, пока закончились. Вера закончилась. Ну, что, где мои туристы, я не пойму. Вообще ниоткуда еще не накопилось. А требуется все больше и больше. А, мне 110 требуется, как раз. Ой, блин. Мне еще караваны почему-то долго бегают. Не могу, пока только, считайте, один караван отправил. Нет, два, два в Мали и к русскому. Париж. Ну, все, уже нет ускорений. Ладно, тогда деньги тырим. Мастрифт захваченный у Голландии. Через этот... Через тоннель прошли. Так, вот ГГшек не видно особо. Мы все исследовали. Возвращаемся к нашему флотоводцу. Чтобы промоушен получить. Блин, ну, тут тоже уже я все побережье открыл. Что-то вообще городов-государств мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Вообще двенадцать. Даже... А на огромной карте их изначально, что ли, восемнадцать. А захвачен только один Антона Нариву был. В Франции. Я вообще не понимаю, как тут... Тут, походу, и у ГГшек куча поселенцев было сперто. Ну, убито. Получается. У меня только такое объяснение. Давайте глянем. Лондон, Ливерпуль. А, ну, еще захватили вот здесь у нас прессов. Я, правда, не всю территорию еще вижу. Вот тут может быть в центре. Видите, тут вот город-государство. Тут может быть в центре города-государства. Перестали быть сюзереном Еревана, но это не важно. Это меня не сильно волнует. Так, ну, мне нужно, видимо, больше рабочих и ставить морские курорты и... зимние курорты тоже. То есть сейчас тратить деньги скорее на рабочих и, наверное, постройку рабочих поставить. Ладно, давайте прокачиваем рок-группы. Юные кролики. Жалеждаю имя. На клетках национальных парков. На клетках... Блин, тут... У Франции, я уверен, ни национальных парков, ни космонавтов. Вот повезло с апгрейдом. Офигительно. Так, Нарчопинг. Розовые котята. Отличное название для рок-группы. На клетках с чудесами. Да. Да, вот это берем. В Стокгольме. Громкие пляжи. На клетках развлекательного комплекса. Ну, попробуем. Не знаю, будет ли у Франции развлекательные... Золотые взрывники. На клетках с чудесами. Все цивилизации в пределах десяти клеток. Ну, надо опыт сначала увеличивать, я думаю. Поэтому давайте на клетках с чудесами. О, пошло. Наконец-то. Ну, высадимся. Хотя тут все тут исследовано. Тут не может ничего быть интересного. Поплыли в эту сторону. Морской курорт. На автомат ставлю. Я даже не хочу апгрейдить юниты. Ну, что возьмем? Ну, ладно. Давайте на клетках национальных парков. Но я что-то очень сомневаюсь, что они где-то у кого-то будут. Эти источники. Я больше шпион... Я, наверное, могу еще... Ох, еще трех шпионов могу, кстати, сделать. Тоже надо построить. У меня там стоит даже на шпионов, по-моему, карточка. Блин, не пройти. Ладно. Пропустим ход. Тут городов-государств не может быть. Вот здесь. Морская плотина в Норчопинге готова. Шпионов построить. Давайте шпионов. Пригород готов. Шпион. Палуни, древние стены. Две единицы. Ну, блин, ну тут слишком... Уже дорого стоит. Давайте тоже шпионов. Сколько стоит купить археолога? 680. Подождем. Нам нужен археолог купить. Надо рабочих, конечно, покупать. Или построить, поставить карточку на рабочих и их везде построить. Потому что, ну, нужны вот эти курорты разнообразные. А что я здесь решил строить? Почему я здесь вырубаю лес? Я что-то решил построить, точно. Бродвей, я в столице строю, пригород. Промышленную зону, что ли? нет, не похоже. Блин, вот так вот реально забывается. Почему я тут хотел вырубить? Может, для курортов каких-то? Кстати, верфь было бы неплохо для производства сделать. Биг Бен, Биг Бен меня не волнует. Эх, вот и уходят эти денюжки на помощь от стихийного бедствия. Ну, я за счет них, конечно, кучу всего купил, сделал. Это, это читы на божестве. Это слишком круто. так, здесь вот это спортивное издание ставим. А, ну и дипломатию канонерок пока вернем. еще в экономике. Нет, пока оставляем все как есть. Ну-ка, сколько сейчас у нас с туризмом? Пять. Ну, что-то медленно прибавляется. Дальше мы тут лян прокачиваем в парке и развлечения. И, кстати, про аквакультуру я совершенно забыл. Все рок-группы мы к Франции отправляем. так, тут курорт. к Петру великому почему-то шедевр относится. Так, на автомат ставим. Опять, ускорение похитить невозможно. Давайте глянем, сколько у кого на... Вообще, вот, мне кажется, вам не кажется, что для божества, для уровня сложности божество? проверил опять, играю ли я на божестве. Как-то очень мало науки у ребят. при том, что я, по-моему, только три кампуса построил за все время. тоже понятно, на автомат поставлю. Вот мы уже карту видим, всей территории. В принципе. Вот мне бы у нубей здесь полазить. Кстати, что у нас с проходами? Венгрия есть, Канада есть, о, в России закрыто. Ай-яй-яй. Может, даже еще и торговля какая-то завершилась? Нет, торговли нет. Всего за 10 монет продают. Нормально. Голландия открыта. Египет, Норвегия, Почекуток. Все остальное нормально. так, в Стокгольме плотину устроим. Ну, плотины надо везде построить, чтобы не затапливали мои клетки. Классные. 1425 надо купить. вот здесь вот здесь у нас археолог. Дальше Христос Искупитель, Рурка, здесь в Стокгольме. Короче, давайте здесь купим строителей. Следующим ходом тоже. Этим строителям надо здесь убрать болото, потому что здесь у нас Бродвей будет. Что у нас по великим людям? Мгновенно создает фабрику. Нет, нам религия нужна на рок-группы. Сколько следующие? 500, по-моему, стоит. Да. Маловато религии все-таки я накопил. Мне кажется. Мне кажется, маловато. Ну и где мои караваны, которые я могу отправить? Что тут ей не нравится? Как она так сурово на меня зыркнула? Ваша моря беззащитны, да. Это правда. Можешь грабить. Приплывай и грабь. Как раз очень удобно ко мне плыть. Самый дальний вообще от всех. У меня пять послов. Могу ли я что-то засоюзить? Наверное, Мадал может засоюзить. Но вообще с культурой это в принципе все зашибись. Так, это я поставил. Могу лыжные курорты строить. 200 туризма от музыкальных шедевров. Я вот сюда иду, а потом вот сюда в сетевые сообщества. И дальше я сказал, что цифровая демократия, да, нужно? Блин, я охрану природы надо еще открыть. Так, стояночка. Социальные сети, а потом охрана природы. и потом цифровая демократия. Потом управление будущим. У меня из Карлстада даже дороги нету нормальной. рыбы не обработаны. Вообще тут. Ну, поехали. аквакультуры. Так, очередной за мониторы союз истек. где она? Ты чего, толстушка? Нет, давай продолжим. Так, Ты, наверное, даже заплатишь за то, что я с тобой союз заключу, да? Не, мне вход не надо. Мне сразу желательно принимаем. 110. Нормально. Так, артефакт. Это у меня сколько еще археологических музеев не заполнено. Один. Фалуне. Похоже. Так, где у нас? Угу. Значит, здесь работаем. Кстати, странно. Тут еще должен быть еще один слот. Да, вот еще в Калстаде. Где мы здесь поработаю. Туда далековато уже бежать. Так, автоматом. поставлю, автоматом бегают. летучие летучие отряды путешественники такие. Мастерскую. Нужно ли мне лабораторию? Давайте глянем, что вообще мне в науке может помочь с победой. ну, кое-какие чудеса, конечно. Ну, просто чудеса, они не на победу культурой будут. пластмассы. Да, в принципе, все какое-то. Дальняя связь, космопорт, две солнечных электростанции. Все фигня, короче. Создать в Калстаде торговый путь. Не-не-не. А когда там голосование вообще будет? Пять ходов достаточно. Вообще, только 111-й ход вообще-то. 1550-й ход нашей эры. Я как-то я тут вообще божу смотрю. С препятствуем целям поклонник цивилизации. А где это я варваров подпускаю к своим границам, извините. Где у меня тут варвары какие? шо на трэндит? Не, ну серьезно. Так, 200% туризма от музыкальных шедевров. Что заменяем? Ну, науку видимо. Видимо науку сильно упадет интересно. На 20 науки упало. Ну, переживем. новый шпион в разные города отправим. Ага, так. Значит, следующий караван. У меня бегает в Англию. О, а что в Нубию больше не так. Надо в Нубию, значит, отправить. Извините. Один надо в Нубию все-таки. Тем более Стокгольма как раз за счет культурного союза будет давать очки великих людей неплохо. Дальше из Карлстада значит, бегает куда мы можем отправить. Англия есть, Мали есть, Венгрию не бегает. Отправляем в Венгрию. Есть плюс два, ведь даже пишет плюс 25% туризма. Париж наконец-то можно что-то спереть. Здесь крадем. Нарчопинги шпион закончен. Археолог центр вещания. Так, рабочих мы покупаем в Карлстаде, потому что там Лян у нас. Блин, мне бы, конечно, поставить карточку, но у меня некуда поставить карточку на рабочих, мне тут все, все нужное, поэтому просто покупаем. Дальше, по-моему, мы можем купить уже рок-группу. Следующая рок-группа будет стоить 550. Что строим в Нарчопинге? Строим рабочих. Я думаю, что мы везде... А, гидроэлектростанцию можно построить. Давайте гидроэлектростанцию. пройдемся по городам. Рост производства, рост производства, рост производства, рост производства. Здесь можно чисто производства пока. ну, оставим производство. Так, смотрим, что у нас с культурой. Сейчас я ход запущу. 13 123 1 10. Все медленновато, по-моему. Медленновато. Да, у нас уникальная культура. Я согласен. Франция расчистила для русской долины. Да нет, я, наверное, быстрее построю. Там два хода у меня, по-моему, осталось. писатели. Пылающие вопросы. Хорошее название. Глэм-рок на театральный... Да, давайте глэм-рок. отправляемся во Францию. Сокрыты границы во Франции. паньки. Пожалуйста, можно нам право прохода? Сокрыты в сетевой игре это все, конечно, сложнее намного. Ого, смотрите, как Францию все не любят. Вы видели? просто все не любят франции. Давайте мы подговорим, ребят. А или там только совместная война работает. Можно как-то подговорить вот, финики и объявить войну Франции? Это, по-моему, только совместная война, к сожалению. Вот бы кто-нибудь еще Франции войну объявил. Норвегии закрыты границы. Франция открыта, Египет открыта, Инк открыт, Голландия закрылась. Ну, я вот как раз со всеми тремя, по-моему, в один ход это заключал. Сейчас заново перезаключаю просто постовый дом собраний нафиг надо все это. Так, писателей. Вот здесь у меня сейчас будет бонус. Так, а где у нас можно эти курорты снежные теперь строить? Да и морские курорты я бы построил. Давайте почитаем про улучшения. Я что-то вот подзабыл. Ну, понятно, на престиже большом где-то улучшение ландшафты, ресурсы, улучшение. городской парк, морской курорт. Требования. Дает пристиг... А, так его можно везде, где угодно строить, просто туризм будет выше на клетках. А, необходим потрясающий... все-таки необходим потрясающий пристиг, то есть там, где 6. Хорошо, а снежный этот курорт, зимний или как он называется. Где он? Лыжный курортный, да, вот лыжный. Можно строить только в горах, нельзя строить рядом с другим лыжным курортом. Ну, тут тоже дофига. Вообще, я бы на лыжный сейчас упор сделал. Давайте глянем что-то по престижу. тут везде только притягивающий. Потрясающий вот здесь тут можно этот курорт построить вот здесь потрясающий. Но я бы на лыжный сделал упор, потому что их тут реально дофига можно построить получается. Единственное, неудобно, что у меня дороги вот здесь нету. Приходится долго у меня строители будут идти к горам. Высаживаемся в Египте. Ну что, я тут не успею лук убрать? Ну и хрен с ним. Ладно. Пойду лучше горы тогда обрабатывать. О, кстати, здесь надо мой этот сделать действительно. А что с престижем? Притягивающий. Только притягивающий. Давайте здесь тут улучшение мое шведское. Вот здесь сделаем мастерская. Завершена фабрика. Тут работает и так. лаборатории нахрен не нужны строители. А почему они могут высадить? не хватает очков перемещения, Так, социальные сети. 50% туризма, которым проложили путь. сейчас в следующем ходом даже откроется. У нас есть джинсы и рок-музыка и мы готовы их использовать. Ну, вот у меня главный соперник, собственно, это Франция. Она больше всего генерирует культуры. Мне было бы очень классно, чтобы с ней кто-нибудь воевал. Сейчас, смотрите, 56. 56, 52, 76, даже сотни 74. Так, что за голосование? Там какое-то их местное какой-то кризис может против Франции, надеюсь. Какое-то такое. Что там, что там? Не привод, жалко, что не принят. 8 Забула, Вильгельмина и Харальд, а против были, ну, Екатерина, понятно, Клеопатра. Жалко. Они сейчас повоевали. Еще из кого-нибудь так, меняем. Плюс 5% культуры за каждый город с Тюзереном, которого являетесь. Ну, наверное, стоит поставить. Значит, во-первых, ставим процент туризму. Что уберем? Наверное, бонус соседства театральной площади, она явно меньше всего приносит. А в дипломатии эти плюс 5% в культуре вместо торговых путей. Это уже не так важно. Шпионы важно, чтобы работали. 757 культуры. Вау. Так, Илян. Прокачали наконец-то на парке и развлечения. Может строить улучшение городской парк. Плюс одна культура, плюс престижи, плюс удовольствие, если находятся рядом с водой. Ну-ка, прям даже интересно, что это за... Я, по-моему, ни разу еще в Циве не строил это улучшение. Так, это мы музей по открытым небам для Стокгольма построим. Ну, может, вырубим лес. Здесь мастерскую. Художник, музыкант. Еще хочу посмотреть здесь вот сейчас будет. Офигительно. О, 68! Хрена себе! Ну, вот это круто! Конечно, у Швеции. 44 кульдон, 68. 68 туризма. Зашибись. Так, куда мы тут музыку? Есть куда-нибудь музыку, чтобы тематические бонусы были? А что еще тематические бонусы 0 из 6? Что это? Ну-ка, Как раз. Типа, это все музеи заполнены вообще? в городе. Да, 12. Ладно, а художник, где у нас может тематический бонус заполнить? Национальный музей, ну, тоже Национальный музей в Стокгольме. Давайте заполнять. О, симпатичная девушка. Девочка! Девочка, конечно. построили шпиона. Дом собраний нафиг нужен. Давайте строителей. Мне нужны строители. Библ. эти в Буду что ли отправим шпиона. Ага, так. Смотрим в Венгрию. В Нубию, Венгрию, Канаду и Мали бегает. к Мауре. Можно к Мауре отправить. Отлично. Есть. Уже плюс 75% культуры идет. Но все равно пока 13 из 127. Так, дальше. Куда мы можем отправить? Мауре есть, Мали есть, Венгрия к Нубии есть. Блин, вот видите, не могу пока никуда дальше. Значит, у меня есть к моим ко всем на моей территории не к Финикии нету. Вот я бы еще к Финикии попытался как-то. К Нубии есть, к Канаде есть, в Венгрию есть, в Мали есть, Мауре есть, Англию есть. Слушайте, в Россию нету? Нету в Россию нету Финикию. Есть вообще возможность туда откуда-нибудь отправить Боже, сколько торговых путей доступно. Канада, Венгрия, Мали, Купе, Англия, Швеция. Неужели нету? Да. Невозможно. Пока. Знаете, я тогда просто не буду пока отправлять караваны, я хочу их поддержать, когда они вот стопудово будут доступны для отправки. Потому что я отправляю в Канаду, в Венгрию, это увеличится торговый путь. Вообще, можно в Абу-Симбел, если есть возможность. Я бы в Абу-Симбел отправил, потому что оно приближает к Норвегии. Тогда давайте глянем Нубия. О, давайте в Абу-Симбел. То есть, если здесь торговый путь создастся, то я до Норвегии дотянусь, скорее всего. Здесь идем к горам. Прям несемся. здесь курорт, здесь курорт и здесь курорт. три курорта можно будет сделать, я так понимаю. Так, где у нас еще остались? Ну, тут давайте добудем. канди, так, а здесь спускаемся и добываем первый морской артефакт от Еревана. Нечего стырить. Тогда деньги тырим. Дальнюю связь открыли. Ну, давайте здесь вот, по-моему, мне тут больше ничего не надо. Давайте уголь откроем. Не уголь, нефть в смысле. Не особо тут то-либо мне уже нужно. Я понимаю, что тут на туризм больше ничего нету. Все в социальных политиках. Когда я все социальные политики открою, мне уже культура будет не нужна. Я смогу карточки убрать оттуда. блин, фиг я тут высадился. Нечего. О, а я тут закрылись границы с Египтом просто. Я тут не высаживался, ты мне Египет выкинул. Так, еще один шпион где-то должен построиться, а в палу не строить. Хорошо, хорошо. Достроили здесь плотину, давайте мастерскую. здесь верфь завершили. А что с чудесами Панамский канал? А, я Панамский канал тут хотел, вспомнил я. Точно. Вот оно что. Да-да-да. Союз с Мансамусой не заключил, ай-яй-яй. Думать о космосе. Да я не думаю о космосе, я думаю о культуре. Нет. Не хочу я ничего меня... Ух, а что это такое? Со вашими рестивыми речами. Он выполнил обещание Венгрии. Не буду я Венгрию захватывать, в общем. Нафиг надо. И вопрос, где у меня еще нету... Ну, в принципе, давай. Почему нет? Где у меня еще нету театральной площади полностью отстроенной? Но я пока лучше покупаю рабочих. Мне надо то, что дает туризм, а не то, что дает культуру. Я прошу театральной площади, конечно, дают туризм, но... Перестаньте шпионить. хорошо. Прекращу. Но только если когда там уже есть какие-то писатели. Так, ваш шпион обнаружен. Е, убежал, отлично. Так, здесь шедевры делаем. Здесь музло валит. так, надо союз с Мансамусой продолжить. Экономически. Я думаю, что он мне заплатит все свои деньги за этот союз. Нет? Ух ты. 120? Наверное, 110, как все. 110 нормально. Ладно. А, так, торговать мне... О, янтарья прекратил с кем-то торговать. Какие у нас есть? Ну, ртуть с почекутиком. Давайте. Он мне хочет заплатить еще, я так понимаю. Фигаси. И 400 даже готов. 500 много. А говорил, что льстивые речи моему не нравятся. Там готов деньги мне платить. Не знамо за шо. Может, здесь этот парк построить для Карлстата? А что с туризмом? Сколько он вообще туризма будет вырабатывать здесь? вестерос? Вестерос. отправить отправить. пока тогда останавливаю караван. Никак не доберусь вот до этого города-государства, которое там. В принципе, я уже все открыл, кроме вот этой вот территории, ну и у Нуби еще частично. Что в Гетеборге построить? Развлекательный комплекс требуется только на побережье. Может, развлекательный комплекс сделать, раз такое дело? Эти все во Францию у меня плывут, ребята. Да, блин, че ж вы встали? О, это уже первый приплыл. На клетках с чудесами. Где у нас чудеса? Та арена, вот, перчеченица, да, вот большой бассейн. Давайте к печенице. Пока все. Зрители-подписчики продолжение увидят завтра, а для спонсоров следующая серия доступна уже сейчас. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. играйте в умные игры и всем пока.